Возможно, в передаче про гриль вы ожидаете, что я буду готовить шашлык или рассказывать про овощи гриль или какие-нибудь другие банальные блюда. Это совсем не та передача. Сегодня я расскажу вам, как приготовить по-настоящему изысканные, очень вкусные и необычные блюда и сделать это максимально просто и быстро. Я сегодня здесь, в парк-отель «Золотая долина». У меня шикарный гриль, множество свежих продуктов. И именно сегодня я приготовлю ролл с пастрамой. Вы спросите, что это такое? Великолепное мясо, очень вкусное. Мы берем говядину, по крайней мере, сегодня я взял именно говядину. Вы можете взять любое другое мясо – курицу, индейку, баранину, что угодно. Для того, чтобы приготовить пастрами, необходимо очень долго промариновать мясо в ваших любимых специях, травах, соусах, как хотите. Для своего маринада я взял немного вустерского соуса, немного соевого соуса и мои самые любимые травы и специи. Здесь свежая орегано, свежайший базилик, тимьян, розмарин, ну и, конечно, соль, перец, чтобы мясо целиком промариновалось, просолилось и было еще более вкусным. И раскрыло все ароматы вот этих трав, которые я положил уже в маринад. Следующий шаг в приготовлении пастрами – это панировка мяса в специях. Сегодня я взял свои любимые специи, это в первую очередь кориандр. Очень люблю его добавлять везде, где только можно. Цельные зерна кориандра сушеные и, конечно, белый перец. Но перед этим я возьму немного ольховой щепы. В чем главное отличие пастрами от обычного маринованного мяса? Оно копченое. Я взял небольшое количество щепы и сейчас замочу ее в воде. Для чего? Если я положу сухую щепу, она очень быстро сгорит и даст небольшую горечь мясу. Поэтому необходимо слегка замочить ее в воде, чтобы эта щепа тлела и давала удивительный, очень классный аромат копчения этому мясу. Возьму совсем немного воды и просто положу сюда щепу, которую я взял специально для копчения. Для копчения на гриле используют все возможные виды щепы. Предпочтение отдают ольхе, можжевельнику, яблоне и многим другим видам плодовых деревьев. Экспериментируйте, найдите свой собственный любимый вид щепы. Например, красное дерево даст вашим копченым продуктам очень привлекательный золотистый цвет. Теперь следующий шаг. Я запанирую мясо в специях. Как я сказал, сегодня я взял цельные зерна кориандра и немного белого перца. Чаще всего я использую цельные зерна и стараюсь молоть их непосредственно перед приготовлением. Тогда они отдают максимум вкуса, максимум своего аромата, в данном случае пастрами. Итак, я возьму немного зерен кориандра и, конечно, белый перец. И просто слегка раздавлю их прямо в тарелке, в которой позже буду панировать пастрами. Это сэкономит мне и время, сэкономит мне чистую посуду, что, на мой взгляд, немаловажно на природе. Все, не обязательно молоть все зерна, необходимо только, чтобы хотя бы часть из них раскрыла свой аромат, а остальные будут лопаться в процессе жарки. Итак, теперь пастрами. Говядина, которая у меня уже очень долго лежит в маринаде, я уверен, стала намного вкуснее, чем была изначально. Вот такой вот кусок. Я уберу немного зелень, которая у меня прилипла просто к мясу, чтобы она не подгорела во время жарки. Но если останутся какие-то маленькие листики, ничего страшного. Я не буду специально промакивать сейчас салфеткой мясо, для того, чтобы специи лучше прилипли к поверхности. И просто немного сначала обсыплю с разных сторон. Тоже те специи, которые вы будете брать, они могут быть сильнее перемолотые, или также можете взять цельные зерна. Главное хорошенько втереть их в мясо, которое вы используете. Таким образом мясо будет намного вкуснее, намного ароматнее. И все специи, которые вы так любите, конечно же, тоже будут чувствоваться хорошо в пастроме. Все, у меня получился отличный, отличный кусок. Гриль я разогрел заранее, у него температура довольно высокая, примерно 250 градусов. И, кстати, когда открываете гриль, делайте это очень осторожно, потому что в этот момент в него поступает большое количество воздуха. Будьте осторожны. Итак, теперь я хочу поставить жароотсекатель. Для этого мне необходимо снять решетку, которая здесь лежит. Как я уже говорил, я замочил щепу, замочил в небольшом количестве воды. Сейчас я просто немного обложу угли, которые у меня уже раскаленные, уже раскалились. Просто обложу их щепой для того, чтобы они тлели и прокоптили мясо, которое я использую. Необходимо поставить жароотсекатель. Ну и, конечно, решетку, на которой будет лежать мясо для будущей пастромы. Теперь просто прямо на решетку кладу кусок этого мяса. Я хочу, чтобы мясо одновременно и прокоптилось, и немного обжарилось со всех сторон. А как я уже говорил, мясо уже было в маринаде, поэтому еще раз его не обмазываю. Просто кладу сверху на гриль. Я закрыл крышку гриля. Теперь необходимо отдать немного времени, чтобы мясо прокоптилось и уже было более похоже на классическую пастрому. Я говорю, что сегодня приготовлю ролл с пастромой. Для него я специально не стал покупать пшеничные лепешки в магазине, потому что хочу показать, как можно сделать свежайшие пшеничные лепешки прямо на гриле, чтобы сделать идеальный ролл с пастрами. Сделаю классические лепешки, я специально отказался от использования дрожжей и всего такого. Просто мука, сделаю их на молоке, немного соли и сахара. Получатся классные лепешки, самое то для пастрами. Небольшое количество муки и молоко. Все, аккуратно вымешиваю тесто. Молоко можно заменить водой, при желании, не знаю, любым бульоном. Чем угодно, просто необходима жидкость, сюда же немного соли, ну и сахара. Аккуратно, при необходимости добавляю еще чуть молока или наоборот немного муки. И чуть позже в него добавлю небольшое количество трав и сюда же небольшое количество растительного масла. Все, еще раз хорошенько все вымешиваю. Я сегодня делаю самые обыкновенные лепешки, не хочу тратить много времени на какой-то сложный рецепт. Самый простой. Все, у меня почти получилось тесто, оно почти закончено. Оно должно получиться довольно-таки мягким, эластичным, легко поддающимся лепке. Все, и сейчас просто внутрь, прямо внутрь заверну небольшое количество трав. Возьму базилик. Немного тимьяна. И орегано. Все, добавляю травы прямо в тесто и еще раз хорошенько все вымешиваю. Когда вы будете мешать это тесто для лепешек, вы почувствуете, как постепенно раскрываются ароматы базилика, ароматы орегано. Как чувствую это я прямо сейчас. Все, и в конце небольшое количество муки. Обязательно перед приготовлением оставьте тесто хотя бы на несколько минут, чтобы оно успело отдохнуть. Сейчас необходимо перевернуть мясо, которое уже слегка прокоптилось, и немного смазать его сливочным маслом. Отличный кусок, превосходный. Супер. Так, теперь его аккуратно переворачиваю. Дым уже весь испарился, уже можно не бояться того, что он весь выйдет наружу. Мясо достаточно прокоптилось. И теперь просто немного сливочного масла сверху на кусок говядины. Это сделает вкус мяса немного более нежным, более сливочным, что логично. Отлично. Теперь закрываю крышку, и мясу необходимо, я думаю, несколько минут, чтобы дойти до готовности. Я совсем не люблю пересушенное мясо, как я думаю, и вы тоже, поэтому не стоит долго держать его на гриле. Теперь овощи. Какой ролл с мясом без овощей? Но сегодня я сделаю не совсем стандартный овощной гарнир. Это будет капуста вместе с томатами и зеленью, заправленные соусом кимчи. Это очень вкусный соус. Кто-то, возможно, о нем слышал. Это классический соус корейской кухни, но который используется в огромном количестве блюд по всему миру. Его основа это паприка, перец чили, чеснок, имбирь. Он очень ароматный, немного сладковатый и немного острый. Вы можете сделать его самостоятельно, правда это довольно тяжело и довольно долго. Либо, как я, купить в магазине, может быть, во вьетнамской лавке или просто в обычном супермаркете. Либо же заменить этот соус на томатный, на соус из перца. В общем, по большому счету, любой любимый вами соус. Итак, я возьму немного капусты. Классическая белокочаная капуста, за что очень люблю именно этот продукт. Он довольно дешев, он очень легок в использовании, но обладает очень приятной хрустящей текстурой. Поэтому я чаще использую капусту в сыром виде, нежели в готовом. Как сейчас, я просто замарину ее в этом соусе кимчи. И будет, поверьте, очень вкусный гарнир, идеально подходящий к роллу с пастрами. Просто нарежу капусту. Можно соломкой или, не знаю, квадратиками, кубиками, как вам угодно. Я люблю соломку, мне кажется, для ролла этот способ нарезки немного более предпочтительный, нежели остальные. Я сегодня выбрал именно соус кимчи в качестве заправки к овощам. Потому что, на мой взгляд, он очень здорово сочетается и с томатами, и, конечно, с капустой. Потому что изначально капуста кимчи – это классическое блюдо корейской кухни. Ну и, конечно, с пастрами. С этим очень ярким, с очень ароматным блюдом будет отлично сочетаться именно соус кимчи. Я нарезал капусту. И теперь небольшое количество томатов. Овощи у меня уже мытые. Я готовился к приготовлению сегодняшнего ролла с пастрами. Томаты тоже можно порезать хаотично, ибо они будут заворачиваться в ролл. Поэтому порежу их такими треугольниками. Так, я нарезал томаты, нарезал капусту. Сюда немного свежей зелени. Это нужно все обильно посолить. Немного свежемолотого перца. И тот самый соус кимчи. Немного острый, довольно пряный, сладковатый соус, который подчеркнет вкус овощей, который я использую. Несколько ложек. Сюда же добавлю немного соевого соуса. И все это необходимо очень тщательно перемешать. Таким образом у меня получится отличный такой гарнир, по сути, для пастрами. Я его тоже буду заворачивать вместе с мясом в ролл. И, в общем-то, получится у меня полноценное такое блюдо. Итак, овощи у меня готовы. Они нарезаны. Тесто уже подходит. Оно уже отдохнуло. И я думаю, что мясо тоже у меня готово. Оно сначала прокоптилось, немного обжарилось. И уже дошло до своей финальной стадии. Сейчас я оставлю его в сторону. Оно станет более сочным, еще более ароматным. И получится просто идеальная пастрома. Отлично. Превосходный кусок. Очень вкусно пахнет специями, ароматы трав. Все это вместе смешивается в какой-то вообще, не знаю, сумасшедший просто вкус. Я уверен, у этого мяса. Все, оставляю его в сторону. Тесто я приготовил. Возьму немного муки. Все, я не буду пользоваться скалкой, а просто разомну тесто руками. И сделаю из него такую более тонкую основу для лепешки. Этого теста хватит либо на несколько тонких лепешек, либо на одну более толстую. Я как раз решил приготовить именно второй вариант. Тесто получилось очень классным. Оно очень мягкое, очень эластичное. Очень вкусно пахнет базиликом, орегано, всеми травами, которые я использовал. Все, лепешка почти готова. Немножко смажу ее растительным маслом. Все, и прямо сейчас просто выкладываю лепешку на гриль, на решетку для гриля. И через какие-то несколько буквально минут она будет готова. Здорово. И сейчас сделаю очень простой, очень легкий и очень вкусный соус. Возьму немного майонеза, соус с кимчи и вустерский соус. Буквально одну ложку соуса. Если вы любите острое, можете добавить чуть побольше. И вустерского соуса. Все это тщательно перемешаю. И у меня получился отличный соус для пастрами. Лепешка почти готова. Сейчас я переверну ее. И буквально еще одну минуту, и будет полностью готово. Нарежу уже готовую пастрому. Запах совершенно сумасшедший. Очень все вкусно, очень все сочно. Если вы используете крупные специи, как делал я, очистите немного мяса от крупных зерен, чтобы они случайно не попались вам в ролл. И просто аккуратно нарежу пастрому. Пастрома полностью готова. И у меня получилась моя любимая прожарка. Это примерно medium well, когда мясо готово, но остается легкий розоватый сок. То есть оно не пересушено, а идеально приготовлено. Идеальный ролл с идеальной пастромой. Вы, наверное, заметили, что я называю ее то пастрами, то пастрома. Оба варианта возможны. Изначально это мясо и это блюдо называлось именно пастрома. Его придумали где-то в Молдавии, в Румынии, где-то вот там примерно. Но поистине всемирно известным это блюдо стало, когда попало в Нью-Йорк, и стало частью нью-йоркской кухни, называться стало оно уже пастрами. Получилось очень вкусное мясо. Лепешка уже готова. Отлично. Супер. Готовая лепешка еще немного мягкая, и пока она еще чуть теплая, необходимо завернуть все продукты, которые я сегодня приготовил, в эту лепешку. Так, для начала немного соуса. Это будет очень вкусно. Я уже вижу, я уже чувствую это. Сюда овощи, капуста, свежие томаты, соус кимчи, немного зелени. Настоящее, удачное блюдо. Идеальное, на мой взгляд, идеальное блюдо для гриля. И, конечно же, сюда мясо, которое я только что приготовил. Идеально. Мясо, как я люблю, немного розовое. Я надеюсь, вы тоже не любите пересушенное мясо. Такие части, как рибай, как в моем случае, толстый край, они обязаны оставаться немножечко розоватыми. Именно эта прожарка раскроет вам весь вкус мяса. Особенно, учитывая, что еще несколько дней оно будет лежать у вас в маринаде, потом в специях. Это будет очень вкусно, я вам гарантирую. Отлично, у меня почти готов мой идеальный ролл с идеальной пастрами. Мясо получилось настолько красивым, я не хочу сворачивать его целиком, а просто слегка сверну вдвое, чтобы и я, и вы видели, насколько вкусный, насколько сочный получился ролл. Здорово. Мне кажется, получилось замечательно. Супер, у меня все готово. Я безумно рад тому, что у меня получилось. Я сделал идеальный ролл с пастрами. Я надеюсь, в следующий раз, когда вы выйдете на дачу, или, может быть, просто на природу с вашим грилем, вы приготовите именно этот рецепт, который сегодня приготовил я. И поверьте, это будет лучший выезд на природу с грилем в вашей жизни. Субтитры подогнал «Симон»!